ФИФА Всем привет! Странная раздача рейтингов в FIFA некоторым персонажам уже успела войти у любителей игры в привычку. Да и сами футболисты нередко в соцсетях троллят EA, заявляя, что достойны большего. Но особняком в раздаче странных рейтингов стоит FIFA 2003. А чего еще можно было ожидать от части ФИФашки, в которой лучшим игроком был никогда не хватавший звезд с неба трудяга Матео Бригги? О нем мы уже рассказывали в одном из наших прошлых роликов. Был в этой части и лучший в истории FIFA российский игрок. Им, к удивлению многих, стал форвард локомотива Руслан Пименов. В той части FIFA его рейтинг составлял 95. На секундочку, это больше, чем у Роналду и Месси на старте FIFA 18. За какие же заслуги молодой на тот момент форвард был удостоен таких статов? Пожалуй, на этот вопрос не смогли бы ответить уже и сами разработчики. Да, Пименов, выступавший за локомотив, в 19 лет забивал в Лиге чемпионов Андерлехту. Да, он привлекался в сборную России и съездил в составе команды на чемпионат мира в Японию и Корею, где оба своих матча провалил. Но больше ничем знаменательным в тот год он не отличился. Может быть, просто в стане электроников были его личные фанаты или фанаты локомотива. К слову, у железнодорожников в той части были действительно космические рейтинги. Например, Измайлов имел рейтинг 87, Осенников 86. Весьма недурственно. Пименов, на которого в юном возрасте возлагались огромные надежды, крутого игрока вырасти так и не сумел. Руслан провел в локомотиве 86 матчей, в которых забил 17 голов. Он имел шанс проявить себя и в Европе. Причем на это у него было сразу две попытки с интервалом в один год. Форвард дважды входил в одну французскую реку под названием Мец. В первое пришествие Пименов провел три матча без забитых голов. Во второй раз отыграл 7 матчей вновь без результативных действий. А сам клуб в итоге понизился в классе. И россиянин вернулся домой в московское Динамо. Там Пименов за два сезона провел 25 матчей и забил 5 голов. Последним клубом звезды FIFA 2003 стала Минская Динамо. В чемпионате Беларуси Пименов провел 4 матча и забил там ровно столько же голов, сколько за два года во Франции. Да, ноль. Через месяц он разорвал с белорусами контракт по обоюдному согласию. Форварда хотели видеть в своем составе ряд клубов второго по силе российского дивизиона. Он даже съездил на сборы с Уфой. Но в итоге ничего так и не срослось. И Руслан повесил бутсы на гвоздь в возрасте 29 лет. Для сравнения, Ари Садуриц, который старше Пименова почти на год, до сих пор зажигает в чемпионате Испании. Сейчас Руслану Пименову 36 лет. На этом фото мы можем созерцать его в компании Хавьера Занетти, которому 45 лет. Пименов пытался устроиться комментатором на матч ТВ. Но ничего хорошего из этого не вышло. Руслан звучал, мягко говоря, не очень. С тех пор на телевидении он не появлялся даже в качестве эксперта. Хотя интернет-издание все еще публикует его мнение об игре сборной России, Паненке Смолова и тому подобных вещах. Футбольная карьера Пименова в полной мере не удалась. Зато он гордится тем, что воспитал дочь, которая с раннего возраста делает неплохие успехи в модельном бизнесе. Ставь лайк, если тебе понравилась история Руслана Пименова. Пиши в комментариях, кого ты считаешь лучшим российским игроком из тех, кто появлялся в FIFA. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футсимов. До скорого!